Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. С вами Пана Уйсимбекова, сурдоперевод Марата Жмабекова. Пять новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Алматинской области за последние два дня. Три в областном центре и два в районах. Примечательно, что среди инфицированных есть и медработник. Такая информация озвучена в ходе заседания штаба под председательством Батржана Байжуманова. Заместитель Акима области поручил не допустить заболеваемость среди медперсонала. За каждый новый случай спрос будет в склад врачей больниц, подчеркнул он. Кроме того, неудовлетворительно работают и мониторинговые группы. Несмотря на каждодневные рейды, нарушения практически не выявляются. На это указал и министр здравоохранения Алексей Цой во время брифинга в службе центральных коммуникаций. Не допускать скученности, следить за соблюдением дистанции и масочного режима, и никаких массовых и семейных мероприятий, поручил Батржан Байжуманов. В случае выявления нарушений немедленно обращаться к сотрудникам полиции. Дополним, всего по области с весны текущего года выявлено 5 тысяч 7 инфицированных. 4 тысячи 829 из них выздоровели. Сейчас в провизорных отделениях находится 95 человек. Идет выявляемость среди медперсонала. Прошу всех главврачей обратить на это внимание, чтобы эпидрежим в медорганизациях сохранялся на должном уровне. За это отвечают главные врачи. Общественный транспорт будем ограничивать. Ну и хотел бы сказать, что если такой темп прироста будет, у нас тогда придется ограничения вводить по всей области. Но за этим мы будем следить, своевременно будем принимать меры. Вопросы первостепенной важности. В областной многопрофильной клинике прошел день открытых дверей. Прием женщин вели лучшие специалисты региона и Алматы. С проводимой работой ознакомился заместитель Акима области Батыржан Байжуманов. И сегодня же заместитель главы региона провел прием граждан. Какие вопросы найдут решение, в ближайшее время узнавала наша съемочная группа. С самого утра в онкологической клинике Талдыкургана идет бесплатный прием женщин. Буквально за полтора часа специалисты приняли и осмотрели порядка 50 человек. Сегодня в областной многопрофильной клинике работает 36 квалифицированных врачей. Лучшие из них и вели прием в день открытых дверей. Всего в этот день бесплатные услуги оказывали 7 специалистов, в числе которых двое специально приглашенные – сотрудники Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии. Ведет прием ведущие специалисты республики, института онкологии, профессора, доктора, наши коллеги. Здесь не обязательно подозрения, жалобы есть. Здесь мы смотрим всех подряд, все бесплатно. Что касается молочной железы, УЗИ, маммографии, консультации специалистов, маммологов, все проводится бесплатно в рамках декадника, месячника. Сегодня по всей стране отмечается рост онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы. И это весьма серьезная проблема. Только в Алматинской области из более 15 тысяч онкобольных около 20% приходится именно на этот недуг. К сожалению, зачастую обнаруживается он уже на поздней стадии. Как отмечают специалисты, вылечить рак на начальной стадии гораздо проще. Но выявить его можно, только пройдя обследование. На именно вот таких днях открытых дверях и на скринингах выявляются ранние раки молочной железы. Мы всегда говорим, что профилактика – это главный залог здоровья. И, наверное, когда есть уже онкопроцесс, женщины, конечно, боятся этого. Но чем раньше начинается лечение, то тем лучше успех. В рамках месячника по борьбе с онкологическими заболеваниями специалисты Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии посещают все регионы страны. Работе, проводимой в Алматинской области, они дали положительную оценку, уделив особое внимание качественному составу специалистов. Однако наряду с этим были отмечены и недостатки. Кадровый потенциал, в принципе, здесь сформирован на высоком уровне. Конечно, необходимо улучшить материальную базу. Данное здание уже 1940 года постройки. Поэтому мы хотим, конечно, поставить вопрос перед Акиматом о постройке новой хотя бы пристройки для онкодиспансера. И, конечно, здесь необходима новая лучевая терапия, постройки каньона для проведения лучевой терапии. На месте старого приемного отделения было предложено построить новое четырехэтажное здание. Заместитель Акима Алматинской области Батаржан Байжуманов, посетивший в этот день областную многопрофильную клинику, к рекомендациям специалистов прислушался и пообещал, что этот вопрос непременно будет решен. Если Управление здравоохранения вынесет конкретные предложения о расширении строительства нового здания, это все будет поддержано областью. После посещения областной многопрофильной клиники заместитель Акима области провел прием к гражданам. В нем приняли участие 33 человека. С потребностями многодетные матери и члены малообеспеченных семей, большинство вопросов касалось социальной исследованием. Это право для людей с ограниченными возможностями, в том числе отсутствие пандусов, очередь на жилье, обеспечение углем, школьные формы и другие. Батаржан Байжуманов ответил всем обратившимся, пообещав рассмотреть и найти решение каждой проблемы. Семь вопросов были решены на месте. Стоит отметить, что такие приемы граждан в центре ЖНЯ проводятся еженедельно. По Матинской области продлен режим карантина и введены некоторые ограничительные меры. Согласно нового постановления, приостанавливается деятельность объектов общественного питания вместимостью свыше 50 мест, дошкольных организаций, всех форм собственности и развлекательных объектов. Работа общественного транспорта продолжится по установленному графику в утренние и вечерние часы. Также усиливается контроль со стороны мониторинговых групп во время рейдовых проверок. Все еще по запретам массовые мероприятия. С соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима и социальной дистанции смогут функционировать промышленные и производственные предприятия. Разрешены и строительные работы. В выходные дни подлежат сокрытию крупные объекты торговли, непродовольственные и продовольственные крытые рынки. Напомним, распоряжение главного государственного санитарного врача Алматинской области вступит в силу с 7 часов утра 19 октября текущего года. Ключ к развитому государству – качественное образование. Это одна из основных задач, которую озвучил президент страны Касымжо Мартукаев в послании народу Казахстана. Остро стоит вопрос и с квалифицированными педагогами в селах. Глава государства поручил расширить сферу действия программы с дипломом «Село» и продолжить работу на новом уровне. На эти цели в следующем году будет выделено около 20 миллиардов тенге. Это позволит обеспечить жильем порядка 5 тысяч учителей. По словам представителей профсоюзной организации Алматинской области, за последние два года в рамках данной программы привлечено более 300 молодых специалистов. 70 из них получили бюджетные кредиты на приобретение жилья. В целом, поручения президента страны, озвученные в послании, реализуются в ЖТСУСКОМ крае качественно и своевременно. Этим специалистам были оказаны материальные помощи для приобретения жилья. Им были даны кредиты под малые проценты, выделены земли для постройки дома. Кто-то сам строил, кто-то нанимал, кто-то купил готовое жилье. Так что в этом плане ведется хорошая работа. В этом плане чувствуется поддержка государства, молодежи. Профсоюз всегда поддерживает послание президента. В послании президента было много сказано касаемо сферы образования. В этом плане профсоюз всегда находится в передовых рядах. Свыше 370 миллионов деревьев ежегодно высаживают в Казахстане. Всего в течение пяти лет планируется высадить 2 миллиарда саженцев. Эта акция приведет к масштабному озеленению и улучшению экологической обстановки в стране, чему в своем послании уделил особое внимание Касымшо Мартукаев. По Алматинской области уже начата реализация задачи, поставленная главой государства. В нынешнем году посадка деревьев в виде семян и рассады проведена на площади 1345 гектаров. В сравнении с прошлым годом этот показатель вдвое больше прежнего. По словам специалистов, деревья, выращенные в садах 14 лесхозов в области, будут высажены вдоль улиц, городов и поселков. Я думаю, что если мы улучшим экологическую ситуацию, сохраним нашу природу в первозданном виде и будем развивать культуру туризма, то количество туристов именно в наш регион возрастет. Об этом сказано и в послании президента. В настоящее время мы ведем работу по сохранению биоразнообразия в области. В целом по Казахстану усилена работа с браконьерством с целью сохранения, приумножения и передачи нашей естественной флоры и фауны будущим поколениям. Вот мой дом родной. Многодетная мать Асем Урузбаева стала счастливой обладательницей ключей от собственного жилья. Столь долгожданному событию помог осуществиться благотворительный фонд «Харикет». О собственной крыше над головой Асем Урузбаева мечтала давно. 31-летняя мать-одиночка воспитывает пятерых детей. После смерти мужа она около восьми месяцев скиталась по съемным углам. Узнав о ее нелегкой судьбе, благодарительный фонд «Харикет» не остался в стороне и помог многодетной матери снова поверить в светлое будущее. Светлый, уютный, просторный трехкомнатный дом находится в селе Корабулаке из Кельдинского района. Есть хозяйственные постройки, собственно, огород и сад. Дело осталось за малым – меблировать дом и подружиться с соседскими детьми. Делится радостью Чада Асем Урузбаева. Спасибо всем, которые нам помогают. Нам очень нравится дом, и мы хотим его еще перекрасить, чтобы очень было красиво. Во время скитания семьи не остался в стороне и Центр поддержки семьи Жануя, проявив должное участие. Оказав психологическую моральную помощь, трудоустроив на роботу, они и вышли на фонд «Харикет». На собранные неравнодушными гражданами средства организация приобрела дом на 4 миллиона 200 тысяч тенге. К слову, в Казахстане это уже 307-й бесценный подарок фонда. Главная акция благотворительного фонда – это жилье на тысячи тенге. Именно все неравнодушные жители нашей республики, граждане, каждый по своей возможности перечисляет на фонд «Харикет», на счет фонда «Харикет» деньги. И вот на собранные деньги ежемесячно мы выдаем, фонд «Харикет» выдает дома. Каждый месяц до этого, с юля месяца, мы ежемесячно выдавали по 30 домов по республике, а в этом месяце мы выдаем 15 домов по республике. Именно три из них мы выдаем в городе Талкурган. Отопительный сезон – горячая пора для спасателей Алматинской области. Не допустить смертности в этот период – задача номер один. Сотрудники противопожарной службы Памфиловского района ежедневно совершают подворовые обходы «Харикета» с единственной целью – предупредить и напомнить об элементарных правилах безопасности. В настоящее время сотрудники отдела проинструктировали около ста жителей района и раздали около 150 листовок по пожарной безопасности. Результаты анализа показывают, что основными причинами возгорания становятся неосторожное обращение с огнем, неправильное использование бытовой техники и газа, а также короткое замыкание электропроводки. С начала отопительного сезона мы ежедневно обходим частные дома наших граждан. Мы не перестаем повторять им, чтобы соблюдали все правила пожарной безопасности. Ваша жизнь превыше всего. Запомните это. Правильно эксплуатируйте ваши печи и не подпускайте детей к спичкам. Пляжные волейболистки спортивной школы по игровым видам спорта Алматинской области готовятся к международному турниру. Его планируют провести в Египте. Однако чемпионат под угрозой срыва. Что служит тому причиной, узнавал корреспондент Алексей Цой. В составе команды СДЮСШ по игровым видам спорта четыре спортсменки. В частности, Танцулка, Эрбекова, Надежда, Мячик, Айгуль Игибай и Мадина Кужахметова. Среди них призеры Кубка мира, чемпионатов Казахстана и международных турниров. Сегодня они формируют сборную Алматинской области. На данный момент команда в подвешенном состоянии. Ведь все лето волейболистки готовились к международному турниру в Египте, на который они могут не попасть в связи с пандемией коронавируса. На данный момент мы готовимся и проходим учебно-тренировочные споры. То есть мы готовимся к международному турниру в Египте, который должен пройти в городе Шарм-э-Шейх. В связи с пандемией ситуация сейчас очень тяжелая. И мы ждем разрешения от Министерства спорта на участие в этих соревнованиях. Однако спортсменки не отчаиваются и продолжают тренироваться. Работают в основном на технико-тактической составляющей. Ближайшие соревнования пройдет уже в эти выходные. Турнир на призы клуба «Буревестник». Это престижное первенство, на которое заявляют участие самые топовые команды, представители сильнейших клубов и сборные областей. Сейчас уже ближе к Кубку «Буревестников». Мы работаем больше над игровыми моментами, над чувством напарника, то есть над связями между собой. Кубок «Буревестника» – это клубный чемпионат, который будет проходить с 17 по 19 октября. Организует этот кубок клуб «Буревестник». Мы планируем как минимум призовое место, как максимум выиграть, потому что мы готовились все лето. Стоит отметить, пляжный волейбол в спортшколе по игровым видам спорта учредили только в этом году. Уже сейчас спортсменки готовятся ворваться в большой спорт. «Женскую команду пляжного волейбола мы открыли в феврале месяце. С февраля месяца они у нас тренируются, готовятся. И вот с лета, с мая месяца уже целенаправленно мы готовились к чемпионату Казахстана и также к выезду к международным соревнованиям. Но пока только сборы, готовимся, никаких выездов еще не было». В Алматинской области на базе СДЮСШ по игровым видам спорта пляжным волейболом занимается около 50 юношей и девушек. И хотя из-за пандемии меняются даты проведения спортивных встреч, незменным остается одно – из года в год в пляжный волейбол приходит все больше спортсменов. Алексей Цоин, Уржан Муканов, телеканал ЖТСУ, Алматы. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова